Здравствуйте! Темное время новостей на телеканале МТРК. В студии работает Джин Сулут Астемировый. Сейчас коротко о главном. Инвестиции в квадратные метры. Североказахстанская область налаживает связи с еще одним международным партнером. В какие проекты готовы вложиться инвесторы? Объемы строительства выросли почти на 14%. Вот жилья на 9%. Каким был 2018 для Североказахстанской области? Итоги года в цифрах от статистиков. Миллион тенге и автомобиль. Областной департамент полиции щедро наградил свои лучшие подразделения по итогам прошедшего года. А теперь обо всем по порядку. Инвестиции в Северный Казахстан нашим регионам заинтересовалась строительная корпорация в Центральной Азии. На встрече в Акимате гостям представили перспективные проекты, в которые можно вложиться. Есть вероятность, что компания возьмется за строительство многопрофильной больницы в Петропавловске. Подробности далее. Инвестиционная строительная корпорация в Центральной Азии только осваивает казахстанский рынок. Начали со строительства парка в Астане. Сейчас наряду с нашей компания ведет переговоры с Павлодарской областью. Североказахстанцы работают с китайскими инвесторами не первый год, рассказывает гостям глава региона Кумар Аксакалов. И вполне успешно. У нас построен первый завод в Казахстане по переработке мастичных культур в Таиншинском районе. Сегодня идет его расширение с участием китайских инвесторов. Сегодня компания Тиолин реализует проект по строительству комбикорбового завода в Казыжарском районе. Также китайские инвесторы сегодня у нас строят второй завод. Это завод по комбикорбам в районе Габита Мустрепова. То есть два проекта в реализации. И, конечно же, мы говорим о дальнейшей развитии потенциали разной сферы в нашей области. Сегодня ставку делают на строительство. В 2018 году в области работ провели почти на 80 миллиардов тенге. Темпы не сбавляют. В планах сдать больше 1700 квартир. Ну а самым крупным проектом 2019-го станет многопрофильная больница в Петропавловске. Больница состоит из 12 корпусов. Из них 8 основных зданий и 4 вспомогательных. В проекте многопрофильная больница предусмотрены одноместные, двухместные палаты. Кроме того, на территории больницы выделен участок и будет построен два полноценных благоустроенного дома для врачей. Строительство многопрофильной больницы позволит оказывать высокотехнологическую медицинскую помощь населению и также расширить спектр медицинских услуг, оказанных в регионе. Такой больницы еще нет ни в одном регионе Казахстана и приграничных областях России. Строить ее будут по опыту Южной Кореи. Перенимать его в Сеул отправилась североказахстанская делегация. А уже к 1 марта будет готова проектно-сметная документация. Тогда и станет известна точная цена вопроса. Привлечь инвестиции в регионе хотят и в строительство жилья. Мы имеем на сегодняшний день земельные участки по второй линии улицы Горького, которые предлагаются для коммерческого жилья с привлечением инвестиций. На сегодняшний день объявлены конкурсные процедуры на строительство двух 18-этажных 108-квартирных жилых домов. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство двух 9-этажных 64-квартирных жилых дома. По улице Шкалова запроектировано строительство двух 93-квартирных домов общей площадью 12 тысяч квадратных метров на место 4-2-этажных аварийных домов, которые будут подлежать сносу. У инвесторов есть над чем подумать. Для них действуют неплохие налоговые и таможенные преференции. Готова наша сторона взять на себя и проведение инфраструктуры к объектам. Мы готовы работать в рамках государственно-частного партнерства. Нас заинтересовали представленные сегодня проекты. Надеюсь, в течение года мы придем к соглашению и приступим к реализации проектов уже в 2019 году. В дальнейшем хотим строить автомагистрали и дороги. Это тоже в интересах Северного Казахстана. В 2019-м регионе планируют построить 700 километров автодорог. С новыми проектами в области появятся и дополнительные рабочие места. Президент корпорации обещает – 90% кадров составит местное население. В Североказахстанской области выросла величина прожиточного минимума. Она составляет 24 575 тенге. А среднемесячная номинальная зарплата – 111 772. Специалисты Департамента статистики подвели итоги социально-экономического развития области за прошедший год. Какие отрасли лидируют, а какие еще предстоит развивать, знает Дарья Пышменцева. Сбалансированное во всех отраслях. Так статистики области охарактеризовали экономическое развитие Северного региона в 2018 году. Лидером стало строительство. За 12 месяцев его объем удалось увеличить на 13,6%. На втором месте вот жилья – 9%. Следом идут инвестиции в основной капитал. По области они выросли на 8%. А теперь обо всем поподробнее. В январе-декабре 2018 года объем строительных работ с учетом дооценки составил 79,1 млрд тенге, что выше на 13,6% уровня 2017 года. Основной объем – это 98,8%, выполнен предприятиями частной формы собственности. На строительство жилья освоено у нас 19,9 млрд тенге, что составляет 108,7% к 2017 году. Так, в 2018 на территории области было сдано в эксплуатацию 2068 квартир. Это больше 280 тысяч квадратных метров жилья. Больше всего новостроек появилось в Петропавловске – 65% от общей доли. Также рост можно наблюдать в объеме инвестиций. За 12 месяцев прошлого года он достиг 212 млрд тенге. Привлекательными для вложений являются отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства. К слову, малому и среднему бизнесу отдают предпочтение 106 тысяч северокадахстанцев. Это на 7% больше, чем в 2017 году. В 2019 приоритетными направлениями в экономическом развитии региона должны стать промышленность, торговля и сельское хозяйство. Объем последнего в 2018 увеличился лишь на 2%. За январь-декабрь 2018 года валовый выпуск сельского хозяйства по предварительной оценке комитета по статистике составил 524 млрд тенге, что выше уровня прошлого года на 2%. В том числе в растеневодстве на 371,8 млрд тенге было выпущено продукцию и в животноводстве 146,1 млрд тенге. Большую работу в текущем году предстоит проделать в сфере промышленного производства. За 12 месяцев 2018 предприятия области произвели продукции на 257 млрд тенге. Это лишь десятое место в республике. Медленно растет и объем розничной торговли. В прошлом году он увеличился только на 0,6%. Тем временем в Североказахстанской области выросла величина прожиточного минимума. Она составляет 24 575 тенге. Размер среднемесячной номинальной зарплаты 111 772 тенге. В общем числе работников среднемесячную заработную плату до 75 тысяч тенге получали 38,5% работников. От 75 до 105 тысяч тенге 20,7% и от 105 тысяч до 150 тысяч 19,7% работников. Доля работников с заработком свыше 330 тысяч тенге составил 1,8%. Среди работников с заработной платы свыше 330 тысяч наибольшая доля приходится на работников финансовой и страховой деятельности. В статистике выяснили, что больше всех зарабатывают специалисты, имеющие послевузовское образование. Они получают около 217 тысяч тенге. Работник, окончивший вуз, может рассчитывать на 155 тысяч. Специалисты со средним образованием получают 83 тысячи тенге. Дарья Пышмонцева, Жилузбек Ермуканов, Новости МТРК. Плохие дороги, проблемы с освещением, нехватка молодых специалистов. Эти и многие другие вопросы были озвучены на отчетной встрече Акима Козлужарского района с населением. Подробнее расскажет Татьяна Есельская. В зале Бескольского дома культуры нет свободных мест. Жители пришли послушать отчет Акима района, напрямую задать вопросы и сообщить о проблемах. Но сначала же нация Двакасов рассказывает о социально-экономическом развитии. В размере средней заработной платы у нас по району 102 тысячи 445 тенге. Мы занимаем вторую позицию по области с ростом 74%. В рамках реализации послания президента минимальная заработная плата вырастет в полтора раза для 2700 жителей нашего района на сумму 884 миллиона тенге. Говорил же нация Двакасов и о ситуации развития сферы образования, здравоохранения, о реализации государственных программ. В рамках проекта с дипломом в село в прошлом году прибыли 40 молодых специалистов. Им оказана поддержка на строительство жилья и приобретение жилья. Сумма 115 миллионов тенге, подъемные на 67 миллионов тенге выплачены. Всего данная программа воспользовалась 830 молодых специалистов на сумму 675 миллионов тенге. В прошлом году на строительство многоквартирных домов было затрачено 7 миллиардов тенге. По государственной программе Нурлыжер введен в эксплуатацию 30-ти квартирный дом. Это позволило обеспечить жильем социально уязвимые слои населения. Вот только далеко не всех. Татьяна Таргашова – воспитанница детского дома. Работает учителем физкультуры в Бескольской средней школе. Живет в служебной квартире. Девушка говорит, в очереди на жилье перед ней около 600 человек. Встаю на очереди на жилье около 10 лет. В 30-ти квартирном доме мои сверстники, многие получили квартиры. Будут ли еще в будущем строить дома на Уле Бесколь? Есть ли надежда мне ее получить? Две пятиэтажки планируются. Один за счет частных инвестиций, другой за счет аренды жилья. Я думаю, что если в этом году мы начнем, то сдача все равно будет в 2020 году. Особо волнует жителей Бесколя работа общественного транспорта. Чтобы попасть в город и вернуться потом домой, нужно пройти целый квест, говорят сельчане. Меня волнует вопрос с транспортом. Маршрут номер 101 постоянно переполнен. У нас много молодежи, которая работает в Петропавловске. Утром уехать вообще невозможно. Приходится стоять несколько часов. Прошу взять этот вопрос на личный контроль. Жители села просят запустить еще один маршрут. По словам Акима Бескольского сельского округа Ербола-Багенова, сейчас разрабатывают проект по изменению движения маршрута номер 101. Схема почти готова. Об изменениях обязательно сообщат жителям. А вот о создании нового маршрута глава округа ничего не ответил. Недостаточно здесь освещены улицы. Люди жалуются на состояние дорог. Нерешенных вопросов еще немало. Все озвученные проблемы, а их было около десяти, представители местной власти обещали взять на контроль и постараться решить в течение года. Татьяна Исельская, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. И мы продолжаем. Преступность в Северном Казахстане снизилась на 5,5%. На треть меньше стали нарушать закон несовершеннолетние. Выросло число погибших в ДТП. Такой итог 2018 года подвели в областном департаменте полиции. Также на заседании отметили особо отличившиеся районные отделы. Лучшим вручили денежные сертификаты и ценные подарки. Кто их получил, знает Агири Мукашева. По итогам 2018-го преступность в Северном Казахстане снизилась на 5,5%. Правонарушений на улицах и в общественных местах совершали меньше. Реже приступали закон несовершеннолетние. Этот показатель снижен на 30%. Самым распространенным видом правонарушений остаются кражи. Их раскрываемость в 2018-м составила 70%. Задержано 78 уголовных преступников. Съездное число доронтранспортных происшествий на 4,8%. Все резонансы заботчайские происшествия раскрыты. Никакое осложнение коммерческой ситуации в регионе не прогнозируется. Решение, поставленное перед нами ради оболновок, зависит от материально-технического обеспечения подразделений. На 2018-й год департамент в областном бюджете выделено на сумму денег 55,258,000,000. Все деньги освоены 100%. Данные меры позволили намного повысить результаты работы органов полиции, если давать проблемные вопросы. Отличившиеся районные отделы полиции поощрили. Лучшими по оперативно-служебной работе признали стражей правопорядка Жамбулского района. Им вручили сертификат на 1 миллион тенге. Премию получит каждый сотрудник, а их здесь 71 человек. Успешной деятельности полицейских способствовало улучшению материально-технической базы. Почти в каждом сельском округе установлены видеокамеры с выводом на пульт в участковый пункт полиции, по которому они смотрят за общественным порядком. К примеру, у нас было в селе Благовещенко кража с магазинов. Благодаря работе видеокамер, которые там установлены, выведены в опорный пункт, кропотливо работали, раскрыли век в день кража с магазинов, которые совершал житель этого поселка. 500 тысяч тенге в активе полицейских у Алихановского района. Они на втором месте, а сертификат на 300 тысяч получил район Шалакына. В 2018 в полицейском ведомстве был объявлен годом кадрового резерва. Здесь лучшими стали полицейские Таиншинского района. Им вручили ключи от автомобиля «Лада Веста». Это симулирует личный состав для дальнейшего прохождения службы, успешного прохождения службы. Данный автотранспорт передадим в службу криминальной полиции. А 2019 год в департаменте полиции пройдет под эгидой «Будущее без наркотиков». Айгири Мукашева, Желдозбек Ермуканов, Новости, МТРК. Стражи порядка проводят ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Только за один день они выявили 151 нарушение со стороны водителей общественного транспорта. Самые распространенные – это разговоры по телефону и превышение скорости. Подробнее в сюжете, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента полиции. На видео полный пассажиров ПАЗ выезжает на полосу встречного движения. Теперь 49-летний мужчина в течение полугода не сможет сесть за руль. А вот другой водитель на этом зеленом автобусе направлялся из Петропавловска в Сараакаш. Путь не близким. Чтобы было удобно, и спина к сиденье сделала для себя место для сна. За такой комфорт ему теперь придется заплатить штраф. У другого водителя автобуса, ежедневно курсирующего между Петропавловском и одним из райцентров, оказался просрочен страховой полис. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 МРП. Это чуть больше 12,5 тысяч тенге. Цель данного мероприятия – это профилактика нарушения правил дорожного движения, а также улучшение дисциплины водителей общественного транспорта. Сегодня на посту «Рубеж Южный» совместно с инспекцией транспортного контроля ПСКО проведены рейдовые мероприятия. В ходе мероприятия выявлены факты незаконного переоборудования без соответствующего разрешения нарушения технического состояния. Следят полицейские и за городским общественным транспортом в 6 утра. Перед тем, как выйти на маршрут, водители проходят медосмотр. Здесь идет все по правилам. Но есть и нарушения. Всего за один день операции автобус стражи порядка выявили 151 факт. Чаще всего водители разговаривают за рулем по телефону. Остальные пренебрегают правилами скоростного режима и маневрирования. Оперативно-профилактическое мероприятие автобус будет проходить три дня. Шансулут Астемирова при содействии Пресс-службы областного департамента полиции. Лучшие среди 550 крупнейших компаний Казахстана. Акционерное общество Севказэнерго уже второй раз стало обладателем премии ПАРЭС. Номинацию за вклад в экологию присудили за особые достижения в области сохранения и улучшения состояния окружающей среды. Продолжит моя коллега Татьяна Есельская. Ежегодно на реконструкцию и новое оборудование на ООСе в Казэнерго тратят более 800 миллионов тенге. В первую очередь средства идут на увеличение мощности предприятия. Объемов вырабатываемой тепла и электроэнергии. Снижение загрязняющих выбросов в окружающую среду. В год предприятие вырабатывает более 30 тысяч тонн загрязняющих веществ, что не превышает лимитированные размеры. Согласно разрешительным предприятиям, по разрешению у нас около 48 тысяч тонн. Так что мы стараемся с запасом. Сажа, оксид серы и мазутная смола. Выбросы загрязняющих веществ есть. На предприятии этого не отрицают. Другое дело, они в пределах нормы. И за этим ежедневно следят специалисты мониторинговой лаборатории. Она здесь была открыта два года назад. Город первая цепь. Этот газовый выключатель отвечает за электропитание Петропавловска. В конце прошлого года на ТЭЦ-2 провели большую работу по замене масляных выключателей на элегазовые. По словам энергетиков, это намного безопаснее. А чистый дым электростанция начала выпускать с 2012 года. Тогда в котельном цехе установили 12 титановых эмульгаторов. Процесс работы полностью автоматизирован. Все параметры уходящих газов фиксируются. Выбросы, НУИ, СЕРО, прозрачность. Все записывается в режиме. То есть передается далее в службу экологии. То есть любой человек может проверить. До 2020 года на Петропавловской ТЭЦ-2 планируется обновить более 70% оборудования. И такая работа дает свои результаты. В декабре прошлого года компания стала лауреатом республиканского конкурса ПАРЫС в номинации за вклад в экологию. Отмечу, в 2013 году Севкас Энерго уже получал такое признание. Татьяна Исельская, Дельнуржанов, Новости МТРК. Приглашаем всех с 17 по 20 января в ГДК. Улица Сатпаева, 37. В вашей голове понравится? Ммм, она такая красивая, мягкая. Я бы с ней никогда не расставалась. Меховая ярмарка «Эталон меха» с 29 января по 3 февраля. Скидка 100 тысяч тенге на любую норковую шубу. Торгово-развлекательный центр «Сити Мол». Вы смотрите новости МТРК и мы продолжаем наш выпуск. 20 лет на рынке медицинских услуг. В центры глаза и накос ежегодно обращаются около 6 тысяч пациентов. Сюда едут из других регионов Казахстана, России, Украины и Азербайджана. Современное оборудование позволяет специалистам центра диагностировать и оперировать самые сложные заболевания глаз. Подробнее расскажет Айгиря Мукашева. У Людмилы нелюбенный сахарный диабет. Из-за болезни начались проблемы с сетчаткой глаза. Дважды в год она проходит лечение. Последние 7 лет обращается только в центр глаза Айнакоз. У меня начала катаракта появляться. Катаракту с понедельника, с 14-го положили, 15-го сделали операцию. И вот сейчас улучшение. Медицинский здесь персонал отличнейший. Вот говорят, театр начинается с вешалки, а клиника с регистратуры. Два года назад в центре внедрили электронный формат ведения документации. Отказались от бумажных носителей. Теперь пациентам не нужно брать с собой истории болезней. Достаточно иметь удостоверение личности. А еще здесь нет очередей. Записаться на прием можно по телефону и прийти к специалисту в назначенное время. В центре вам окажут квалифицированную помощь. Проверят состояние глаза на самом современном оборудовании. В данном аппарате производится диагностика заднего отрезка глаза, зрительного нерва и состояния сетчатки. С помощью этих обследований можно выявить изменения в виде таких, как образование зрительного нерва, образование сетчатки, отслойки сетчатки. Полная диагностика занимает около двух часов. Аппараты, на которых проверяют состояние глаза, могут выявить любое отклонение от нормы. Процедуры безболезненные и не требуют много времени. Пару минут и результат на экране, еще и в 3D. Поставить правильный диагноз для специалистов центра прежде всего. Ведь ошибка может привести к слепоте. 7 лет назад у Алии Бейсенбиной начались проблемы со зрением. В Омске ей поставили неправильный диагноз – атрофия сетчатки. Сказали, что видеть женщина уже никогда не сможет. Но сейчас выяснилось, что все это время у Алии была катаракта. В октябре ей прооперировали один глаз, а сейчас и второй. Я раньше ходила по стенке, где водили мне дети. А сейчас я все сама вижу, где к чему, какой предмет. После именно этой операции сразу я встала. Я посмотрела, какой у меня красивый халат, все цвета. Это вообще чудо такое. И безболезненное. В прошлом году в Айнакоз сделали порядка 3000 операций. Специалисты центра глаза восстановили зрение тем, кто уже не надеялся вернуться к полноценной жизни. За помощью к офтальмологам Айнакоз обращаются пациенты со всего Казахстана, а также России, Украины, Азербайджана. Центр глаза Айнакоз организован 26 марта 1999 года. В этом году нам уже исполняется 20 лет. Мы оказываем более 100 видов услуг. В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входит более 30 видов услуг. То есть это те услуги, которые любой житель Северо-Казахстанской области по направлению своего лечащего врача может получить в нашем центре бесплатно. В этом году мы уже купили оборудование японское и корейское на сумму несколько десятков миллионов тенге. Ежегодно в Айнакоз обращаются около 6000 пациентов всех возрастов. В 2018-м здесь делали свыше 50 операций новорожденным. Специалисты центра постоянно повышают квалификацию, участвуют в семинарах и конгрессах, где перенимают опыт ведущих мировых офтальмологов. Записаться на прием можно по телефону 51-19-37. Центр глаза Айнакоз находится по адресу улица Шухова, 34, здание 4-й поликлиники, вход со двора. Айгири Мукашева, Растан Тлюжанов, Новости, МТРК. Надежный посредник между государством и населением. В Доме дружбы состоялось собрание членов Ассоциации гражданского альянса Северо-Казахстанской области. На мероприятии присутствовали руководители общественных объединений региона, члены неправительственных организаций, а также представители управления внутренней политики. Участники обсудили работу, проделанную в 2018 году, поговорили о планах. В планах у нас активизация работы общественных объединений области, и в частности, в особенности, хотелось бы сказать, это сельских НПО, значит, развитие волонтерского движения в нашей области, молодежных, работа молодежных общественных объединений, естественно, и, конечно же, качественных социальных программ, социальных проектов. В 2019-м объявлен годом молодежи. На диалоговой площадке «Старт» с поколением «Некст» встречились творческие личности города. Организовал мероприятие молодежный ресурсный центр. Пригласили порядка 50 студентов. Цель проекта – развитие интеллектуального, творческого, спортивного, военно-патриотического потенциала среди молодежи. Реализовать их можно через танцы, пение, ораторское искусство. Написание миниатюр считают участники встречи. Среди звездных гостей были известные в городе шоумены, аниматоры, видеомейкеры, КВНщики, предприниматели. Они делились опытом, обсуждали идеи и мероприятия, которые пройдут в регионе в рамках года молодежи. Составлена дорожная карта. Она состоит из 9 разделов и включает в себя 100 пунктов. Мы хотим сегодня показать нашим ребятам, что 2019 год будет очень насыщенным, что они смогут принять участие в различных мероприятиях, реализовать полностью свой потенциал. И каждый, на самом деле, желающий человек обязательно найдет себе какую-то отдушину, какое-то занятие по душе и сможет реализоваться в 2019 году. И к другим темам. Крещенские морозы отменяются. Из-за резкого повышения температуры воздуха на водоемах области наблюдается снижение толщины льда до опасных отметок. В связи с этим спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Купаться и набирать воду нужно только в отведенных для этого местах. Нельзя скапливаться на льду группами и выходить за ограждение. Следует исполнять указания полицейских и спасателей. Особое внимание нужно уделить детям и пожилым. И в завершение выпуска новости спорта. 17 января прошла вторая выездная встреча между хоккейными клубами «Горняк» и «Кулагер». В этом противостоянии хозяева льда смогли переиграть петропавловцев. Счет открыли на 11-й минуте, а первыми забили скакуны. Отличился нападающий Филипп Святыня. Во втором периоде хозяева сделали работу над ошибками, прорвали оборону «Кулагера» и сравняли счет. А в последние 20-ти минутки его увеличили. Итог встречи 2-1 в пользу Рудненского «Горняка». Следующие игры наши хоккеисты проведут на своем льду 21 и 22 января против лидера турнирной таблицы Кокшетауского «Орлана». На областные соревнования по лыжным гонкам в Петропавловске собрались спортсмены со всего северного региона. Это около 120 человек. Три дня они будут соревноваться в скорости, ловкости и мастерстве. Как прошел первый день, расскажет Илья Кудряков. Первыми на лыжную базу приехали спортсмены из района Габита Мусарепова. 16 молодых и упорных спортсменов каждый год принимают участие в соревнованиях. Чтобы показать хороший результат в гонке, нужно разогреться. Карлга Шакпанова первый раз встала на лыжи 4 года назад. С тех пор участвует во всех областных соревнованиях. В прошлом году девочка поднялась на третью ступень пьедестала почета. В этом рассчитывает на победу. Чтобы добиться цели, тренируется каждый день по 2-3 часа. Кстати, она не первая лыжница в семье. Я начала заниматься из-за сестры, потому что у нее были большие успехи. И я тоже этого захотела и стала заниматься. Нравится тем, что путешествуешь, можно сказать, видишь разные города. А вот и старт. Начинают спортсмены по одному. На этой трассе лыжников ждали крутые подъемы, повороты и затяжные спуски. Кстати, ее длина – 1200 метров. Главное – преодолеть дистанцию как можно быстрее, ведь от результата зависит и место. Алексей Чемезов со своей задачей справился за 6 минут и 59 секунд. Это средний результат. Трасса была не так сложная. Подъемы сложные были. Вот этот особенно большой длины. Ну а так вроде легкая, но все равно тяжеловато. Соревнования среди юниоров по лыжным гонкам проводятся каждый год. Участвуют спортсмены со всего северного региона. Это порядка 120 человек. Им от 15 до 18 лет. Соревнования будут проходить 3 дня. Сегодня, завтра, послезавтра. Сегодня спринт, завтра классический ход, а послезавтра будет свободным ходом. Победители награждаются грамотами, медалями, а команда будет кубком награждаться. Помимо этого, соревнования являются еще хорошим плацдармом для выхода на республиканский уровень. Лучшие будут отстаивать честь северного региона на чемпионате Казахстана. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, новости МТРК. На сегодня у нас все. Спасибо за внимание. Хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»